МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ровно сто лет назад родилась Великая Красная Армия. Великая потому, что эта армия была единственной, которая провела такую военную кампанию, которая вошла в аналоги всей, в всю историю. Рудинин наш президент. Большое во все ведет Канцово. Капитализм нет, социализм да! Ты лучшая, лучшая, нигде не победимая. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Сегодня с нами борются через культуру, чтобы меньше звучал русский язык, чтобы ущемлять русских спортсменов. Да здравствует русский солдат! Победитель! Непобедимая! Легендарная! Все сокрушающее на своем пути! ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Возродить Советский Союз! Возродить социализм! И только тогда мы сможем уверенно идти в будущее! Только тогда будет безопасность, бесплатное жилье, бесплатная медицина и бесплатное образование! Мы не только сегодня увеличиваемся в объемах, но мы еще и становимся другими, мы становимся современнее, молодежнее, интереснее. Сталинградская битва, она продолжается, но сегодня Сталинградская битва идет за будущее уже в 21 веке, за будущее русских, украинцев, белорусов, татар, башкир, мордвы, всех народов нашей страны. Известная певица пообщалась с волонтерами и ответила на их вопрос, почему она поддерживает Путина. Вижу, что он делает, как он трудится и каких успехов мы добились уже. Мне кажется, что очень важно вот тот патриотизм, это знание того, откуда ты родом. Это важно, и это и есть привитие патриотизма. На мой взгляд, именно это. Потому что если бы не было твоих предков, ничего бы не было с тобой и с нами со всеми. Практически любой россиянин, если ему придется сравнить свою страну с какой-нибудь другой, наверняка будет сравнивать ее не с Португалией, которую Путин обещал догнать по показателю валового внутреннего продукта на душу населения, или с Саудовской Аравией, с которой Россия является крупнейшими производителями, экспортерами энергоресурсов в мире, а понятное дело только с одной страной с Соединенными Штатами Америки. Конечно, при таком сравнении по большинству позиций, за исключением любимых, но не измеряемых количественно показателей духовности и справедливости, Россия проигрывает Америке. Но интересен вопрос, почему это так? Одну из версий ответа мы хотим предложить. Экономист, скорее всего, объяснит американский успех незыблемостью частной собственности, гарантированной предпринимательской свободой и непрекращающимся притоком талантливых и энергичных людей из остального мира. Политолог обратит внимание на разделение властей, правовое государство и приверженность демократическим принципам, что делает политическую систему стабильной, предсказуемой и подотчетной гражданам. Социолог расскажет про Американ Крид и национальную мечту, мобилизующие людей, про толерантное отношение к богатству и успешности, про права человека и уважение к выбору каждого и так далее. Однако хотелось бы обратить внимание на нечто иное, на отношение американцев к истории собственной страны и к тем, кто в разное время ее делал. Если вглядеться в историю Америки, окажется, что ее нигде и ни в чем не нужно переписывать. Все происходившее с этой страной за 240 лет ее существования вполне может быть рассказано без утаек и компромиссов. Да, в ней встречались страницы, которые сейчас вряд ли хотелось бы вспоминать. Геноцид исконных жителей Северной Америки проводился подчас неимоверной жестокостью, а рабство и позднейшее ограничение гражданских прав темнокожих остается позорным пятном в истории страны. Однако даже эти моменты не скрываются. Напротив, на Вашингтонском моле стоит музей истории американских индейцев. Давайте представим себе в Москве музей, в котором были бы собраны свидетельства русских войн на Северном Кавказе в XIX веке или изгнание с родных мест чеченцев или крымских татар в 1944 году. А чуть дальше, мол, воздвигнут памятник Мартину Лютеру Кингу, главному, говоря современным языком, правозащитнику в истории США. Опять-таки давайте вообразим монумент Андрею Сахарову на месте, скажем, храма Христа Спасителя. Если еще немного погулять по окрестностям, можно увидеть, как мемориал в честь павших на Атлантическом и Тихоокеанском театрах военных действий во Второй мировой войне соседствует с памятниками солдатам, погибшим в Корее и Вьетнаме, в войнах, участие Америки в которых выглядело и по сей день выглядит по меньшей мере неоднозначным. А есть ли в России сопоставимые памятные комплексы, посвященные советским солдатам, сражавшимся, ну хотя бы, в Афганистане? Но дело не только в монументах, а в памяти как феномене. В России в последнее время много говорится об уважении к тысячелетней истории этой страны. Но возникает масса вопросов о том, достойна ли она такового. Если приехать в тот же Бостон, откуда в свое время был дан старт войне за независимость Соединенных Штатов, то в самом центре города можно увидеть несколько кладбищ, на которых до сих пор покоятся останки не только пассажиров Мэйфлауэра, но и первых британских губернаторов Массачусетса, в том числе легендарного Джона Уинтропа. Захоронением почти 400 лет, но ни одному мэру не подумалось закатать в бетон эти ценные куски городской земли и построить здесь пару новых небоскребов. Москва как минимум вдвое старше Бостона. Но можно ли отыскать тут, не считая царского некрополя, хотя бы одно кладбище с несколькими десятками захоронений 17 века, не говоря уже о более древних. В Америке меньше говорят об истории, чем в России, но оберегают и сохраняют ее намного более тщательно, так как американцы не смешивают историю и идеологию. И потому у них был и остается четкий стержень, как у нации, в то время как история, помимо общегосударственного, имеет мощное личное начало, которое затрагивает в той или иной форме практически все рефлексирующее население страны. В России же история всегда дополняла и дополняет идеологию. А сегодня, когда последний де-факто и вовсе не существует, а национальной идеей объявлен патриотизм, более странной комбинации сложно придумать, еще и подменяет ее. И потому становится брутальной и безличностной. Конечно, было бы смешно утверждать, что в Америке история не используется для воспитания единства нации и поддержки в народе чувства причастности к уникальной, мощной и великой стране. Но и тут стоит сделать одно важное замечание. Возможно, это не слишком заметно, но в политической истории Соединенных Штатов практически не оказывается не только отрицательных персонажей, но и лиц, отношение к которым провоцировало бы общественную поляризацию. Конечно, многие президенты уходили на покой не слишком популярными, а один вынужден был даже подать в отставку. Но при этом практически за каждым признавались значительные достижения. Никто не был предан анафеме. И, что особенно важно, никто не отличался жестокостью по отношению к соперникам. Мы знаем, например, какая судьба постигла в годы Гражданской войны правителя России адмирала Александра Колчака. Судя по всему, сведомо и санкций большевистского правительства в Москве. В то же время, Джефферсон Дэвис, президент конфедерации, в годы Гражданской войны 1861-1865 годов, проведя в тюрьме два года, был подвергнут амнистией вместе с другими участниками войны. И спокойно прожил в собственной стране более 20 лет, будучи руководителем крупной страховой компании и успев выпустить книгу об истории конфедерации. Вполне понятно, что когда исторические личности не считают своей главной задачей сведения счетов с предшественниками или противниками, не приходится и переписывать историю. А в России эта традиция была начата с прихода к власти в значительной мере случайного династии Романовых и с тех пор никогда не теряла своей актуальности. Между тем, для того, чтобы уважать историю, в которой каждая глава неоднократно корректировалась по прихоти того или иного персонажа, возглавлявшего страну, по меньшей мере нужно не уважать самого себя. Напротив, в стране, где история не замалчивается и не извращается, она естественным образом становится поводом законной гордости каждого гражданина и фактором формирования единой национальной идентичности. Стоит заметить и еще одно обстоятельство. Хотя в США вполне допустимо критиковать власти и президента к людям, облеченным народным доверием, практикуется подчеркнуто уважительное отношение. Нападок на бывших государственных деятелей в СМИ практически незаметно. На многих правительственных и публичных зданиях указывается год постройки и имя президента, в это время руководившего страной. Значительное число зданий и организаций получают имя того или иного государственного деятеля или крупного благотворителя. При этом такой чести политиков удостаивают вовсе не их друзья или соратники по партии. В 1997-98 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне интерконтинентальный аэропорт Хьюстона и национальный аэропорт Вашингтона были названы в честь здравствовавших на тот момент бывших президентов Джорджа Буша-старшего и Рональда Рейгана. А теперь представим себе, как Борис Ельцин или Владимир Путин в торжественной обстановке в присутствии чествуемого, отмечая вклад Нобелевского лауреата в открытие России и внешнему миру, присваивают аэропорту Шереметьево имя Михаила Горбачева. Представили? Если вам удалось это сделать, то возможно вы еще сможете проникнуться уважением к истории России. Потому что история страны это такая священная книга, из которой нельзя вырывать страниц. Ни одной. Конечно, в России не все в восторге от того, как власти обращаются с историей. Возникают общественные инициативы, как то забытый полк или последний адрес. Открываются памятники тем, кого советская историография однозначно считала врагами. Начинает увековечиваться память жертв репрессий. Работают фонд Горбачева и Ельцин Центр. Однако, при всем уважении к усилиям тех, кто стоит за данными начинаниями, стоит признать, что все они попытки общественности хотя бы немного отклониться от той новой версии общего курса, который сегодня усиленно насаждается Кремлем. Этим делаются попытки исправить нечто из давно или недавно ушедшего. Но тем временем история продолжает писаться так же, как всегда она писалась в России. В густом черно-белом цвете. Россия потому не является Америкой, что она не может найти в себе потенциала общественного согласия. Согласия частей общества друг с другом и нынешних политических руководителей с предшествующими. Это отсутствие согласия порождает огромные социальные издержки недоверия, генерирует страх перед переменами, формирует нигилистическое отношение к праву, так как именно история страны лучше всего показывает власть придержащим, что потеря этой власти чревата потерей уважения, а также порой свободы и даже жизни. Поэтому российские чиновники на черный день создают себе миллиардные офшоры в Панаме, изо всех сил борются с демократическим волеизъявлением народа и придумывают мегапроекты, реализуя которые на бюджетные средства обеспечивают безбедную заграничную жизнь поколениям своих потомков. Они делают все это совершенно рационально, потому что не считают эту страну своей, понимая, что досталась она им по большей мере случайно. И собственно, в чем их теперь упрекать? Единственное, чего не хотелось бы никогда слышать от них, это того, что Россия догонит Америку и что следует с уважением относиться к истории той страны, образ которой они сами для себя создали. И не следует забывать еще один важный факт, почему Россия никогда не станет похожей на Америку. Дело в том, что еще в 1776 году впервые в истории человечества право на сопротивление народа деспотизму властей было письменно зафиксировано в Декларации Независимости США. В преамбуле этого документа указывается, что если какой-либо государственный строй нарушает права человека, то народ вправе изменить его или упразднить и установить новый строй, основанный на таких принципах и организующий управление в таких формах, которые должны наилучшим образом обеспечить безопасность и благоденствие народа. Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий обнаруживает стремление подчинить народу абсолютному деспотизму, то право и долг народа свергнуть такое правительство и создать новые гарантии обеспечения своей будущей безопасности. В нынешней России такое право называют экстремизмом и попытками незаконного государственного переворота. В Украине тоже пытались насаждать нечто подобное, но те, кто брал пример с Москвы, с позором бежали от гнева народа и ныне прислуживают тем, кто научил их не уважать права человека. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова